По данным Роскомнадзора, 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию сервисов по обходу блокировок, в том числе VPN. При этом сервисы, которые не ограничивают доступ к заблокированным сайтам и порталам, были запрещены еще в феврале 2020 года. Основной аргумент за запрет заключается в необходимости борьбы с незаконным контентом и защиты государственных интересов. По новым правилам, провайдерам интернета теперь необходимо блокировать доступ к VPN-сервисам. Администраторы сайтов обязаны удалить ссылки на них. Это всего лишь дополнение к закону, который уже позволял блокировать сайты, которые позволяли предоставлять доступ и подобные вещи. Здесь его всего лишь расширили на возможность блокировки сайтов, которые говорят о том, как это настроить, и где это взять и так далее. И по идее, судя по формулировке, это не обязательно могут быть VPN-сервисы. То есть это даже, я не знаю, например, объясняется о том, что для того, чтобы получить доступ к какому-то ресурсу, вам надо, грубо говоря, в браузере какую-то галочку поставить. Это тоже может считаться. VPN-сервисы представляют собой программное обеспечение, которое позволяет создать зашифрованное соединение между устройством пользователя и интернетом. Это позволяет пользователям обходить географические ограничения, скрывать свой реальный IP-адрес и защищать свою личную информацию от третьих лиц. Однако возрастающая популярность VPN-сервисов вызывает обеспокоенность. Некоторые люди могут его использовать для сомнительных целей, например, для скачивания нелегального контента или осуществления кибератак. Все данные, которые вы передаете в интернет, являются зашифрованными, что их никто не может почитать. Тот, кто предоставляет вам этот VPN-сервис, конечную точку, вы все свои данные, когда вы выходите в интернет, чему-то подключаетесь, вы отправляете на его оборудование. Дальше он может с ними делать, что хочет. Понятно, если у вас какое-то шифрование есть, то в принципе эти данные частично защищены. Данные обычных пользователей никому не нужны, никто не будет этим заниматься. Но есть некоторые данные, которые передаются без шифрования. Однако представители Роскомнадзора и IT-специалисты также заявляют, что технически абсолютная блокировка VPN невозможна. Процесс блокировки скорее можно назвать точечным. Именно поэтому в магазинах приложений наблюдается как постоянное удаление таких сервисов, так и появление новых. Эксперты также отмечают небезопасность не только использованию VPN-сервиса, но и факты установки приложения на смартфоне. Так, некоторые из этих приложений получают полный доступ к интернет-трафику пользователей, позволяют себе отслеживать и отправлять их данные третьим лицам. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.